Продолжение следует... 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 учитывая историю, я работаю в Республике, что я работаю с ποőrs, в которых я действительно не буду работать. Я знаю, что я очень рада. Наверняка выдаёт про ia, но это правда. И вот здесь, в своем бюроху, вы можете все, что я хочу оставить, послать меня, которые ситуация не видит не нуждая, я не знаю, что у меня нет клиентов, даже те, кто-то не вернет. Это вот есть и, я работаю, действительно, потому что, в остальном времени, это не работа не работа. Это чинить книги, найти книги, покупать книги, покупать книги, покупать книги, увлечить книги, документы, на фото. В общем, это очень легко. Это не очень сложно. Важно, это не так сложно. Важно, мы можем очень быстро sensibilить людей на формат которые не знают, или не знают, потому что, на память память не потеряется. Не надо се лаурить. Ваши фамилии, это не слишком много, потому что, сейчас, все становится немедленно. Это будет проблемой. Важно, также, лаурима. Для того, как мы видим, из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, ваше снижение, из-за того, как я смотрю, в результате из-за того, из-за того, и в том, что он был виноват, который был виноват Балтазар-Geорges Sage, профессор и директор и первая экола. Это письма, который был очень нудист, который был в очень хорошем состоянии, в том, что он был виноват, с одной из главных эколов сегодня, который еще есть, Л'ИКС, и в том, что, в том, что это дает некоторое, и у нас есть интересы, в том, что, я стараюсь в том, чтобы больше снижение, я буду ждать, чтобы я узнаю, чтобы знать, что ли он может быть, я узнаю, чтобы узнать одну одну из них, я попытаюсь увидеть что линь с ней есть, чтобы закончить, и тогда, что это очень классное. Это так, потому что от основания, что в детях, это было с их виноватом. Пишите,증но меняют, мне выхватить, у них на демокрадский лаком, у них много есть. И я все время мол , я также интересуюсь от курьев, кашечки, 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 кашечки... В общем, я имею все еще вещество, в которых я живу, в которых я работаю. Я лечу поприк, это видео я собралася по многим, от Ивана Риве, например, здесь, с помощью кувережки в паршеме. Это документ из Сальпетрия. Мы находимся на Революционной Франции. И в принципе, мы находимся на различные цветы использовались для Сауния. Мы находимся на различные расследования на различные характеристики и также мы находимся на различные болезни с людьми и с людьми с Сальпетрия на этой эпохе. Это очень интересно как типе документ. И надо его читать. Потом, я у меня есть небольшой формирование в палео который мне нужен и если я знал, я бы мог бы работать на палеографе на факе. Но это, это еще одна история. Мы собираемся чтобы узнать кто написал этот документ и что он может нам сказать. Здесь, у нас у Прон для диманча который дает 1749. Здесь, это это « Гранд Труваи для Матинейна». Филиппик Это презентация. Мы можем увидеть где мы в этом. И я не знаю, что я могу вам поговорить. Я могу поговорить из разных типов книг, но я не могу вам сделать педагоги лурдой. Это не имеет никакой интерес, но я могу вам показать что-то. Ааааа! Банния Бигорр! Это была новая, в принципе, у нас есть люди в очень красивом, очень красивый вид. Это очень обижение. Они задумают, что это было? Я сказал, что это было из-за Великой Федоровской, что это было из-за Великой Скоботт. Но я мог бы я, что это есть мажорная, в помещении в комментариях, это была улучшая, в seasonах, в машине, поделись на форсу. Иначе они были в оружии, в это время. Они были такие штуки, они были очень красивые, которые тоже были в камешке. Другие папы, с фаворами бланками, они вроде бы сделали СССР. Это очень мовленный, очень живой, как документ. Потом, здесь у нас есть фильмы фотографии. У нас есть фильмы фотографии на Пиренея, на местах. Я вам показываю что-то совершенно из-за обычного. И что нужно еще работать, потому что нужно знать, что это. Я знаю, что это, но это немного сложнее. У нас есть очень красивые фотографии. Это фотографии Фélix Арнодин, который был главный фотограф из Ланды. Он был путем своей жизни, в конце 19-е, в конце 20-е. Он снялся с фото с фото в Ланды. И он сделает отличиеся из вещей. Из людей в стиле, из сцены в жизни. Вот эта фотография. И вот, у нас есть последний эшаси. Это очень очень rare. Это что-то, что может быть очень азотно, но в самом деле это документ, что у него появился. У него появился. У него появился. Когда он появился в фотографии, и он появился. И я не могу, по моему мнению, я никакой ностальгий. Когда он интересует Бон Вьеттем, он понимает, что он не существует. Но... В общем-то люди, и... И... Они были живы. Они не были живы. Но это... Я не могу ничего сделать. Все это, это были документы. Вы уже видели. Это, это что я люблю. Я люблю документы, фотографии, lettри. Это очень личный. И... Это очень часто, иногда. У нас эмоции, даже. Я с會омнил. Я descubлюсь, я в attachе, сау-те-мон-тones. Там, сау-те-мон-тон, на 50, и я не знаю, я выехал отдельно. А-ау-те-мон-тон, где он. И, вау-те-мон, мы находились в два Bohа. И на нем. А мне их стоять, финал. И я вышла. Я, каком-то. И я шумен, и они были мы. Я иклата на фер-де-ла-монтагне. И, действительно, это мило. Я очень счастлива. И вот эта часть работы. Я купил этот альбом. Я купил эту историю. И это очень понравилось. И, особенно, когда он знал, кто это было, и где они были. И теперь, он тоже. Теперь он имеет частью этой истории. Теперь он является частью его. Литерально. Потому что, сейчас, он имеет частью этой истории. И, в этом случае, он имеет дополнительный альбом. Там есть дополнительные альбомы, это женщина, который стал премистремиологом. Затем, и, в частности, он встал ее. Это было-нешение, Вот. Это были книги, такие вещи. Я очень хотел бы вам показать... Потому что... Один из моих работ, конечно, это создание. Это создание человека. И создание чего-то очень rare. Очень recherchable. Но есть также вещи, которые мы очень пользуемся. И это, в частности, какие-то типы жизни. И тогда... Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Это же, это не пае, это не пае, в принципе, это плит. Это было просто с человеком на бортной ревиере. В принципе, это когда-то война война, это во время войны пострадали паузу, когда-то из-за войны по-русски, которые были на полной войне. Они из-за паузырного милия. Это уже начинает... А, да, это уже, конечно, Тарбе. 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 « à Saint-Savin, donc pas loin d'ici, le 3 juillet 1939. Monsieur le maire, c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est du phonétique. « Ayant reçu votre lettre du 30 juin, vous m'avez dit que les routes de Saint-Savin étaient mal entretenues et que vous avez eu des réclamations par les conseillers. Monsieur le maire, j'ai fait mon possible pour les entretenir. Par conséquent, s'il y a quelque chose, vous n'avez qu'à dire à vos conseillers qui se sont plaints qu'ils sont des ânes. Вот. Салюты. Месалюты. Вот. Кантынер из Савин, который не хочет, потому что он говорит, что он говорит, что он не хочет. И он делает его работой. Я путаю свои свои работы в этом буре, чтобы дать виду все эти документы. Возьмите фотографии, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, даже в том числе, в том числе, вот, где 0,5è... Возьмите фотографии с тетчетом представляли снишановый legislатель для прежней ангеложителей. Добавляем Это картофельный директор учебного центра в школе. Апо. Что это уже? Это картофельный директор учебного центра в Аragonе, в Барселоне. У меню на банке из институтеров и институтрии публики и лаики из Бассе Пиренея. И да, кто может подумать, что я все это за мной? Ну да. И все это, я буду делать фишки. Я буду делать каталоги. Я буду делать коллекционеры. И я буду их продавать. Я буду их продавать. И вот. Я люблю коллекционеры. Это очень удивительно. Они у них есть мани. Как мне. Я тоже им мани. Я не могу иметь все это. Но я люблю коллекционеры. Я люблю их. Это люди, которые я спрят. Я спрят. Я спрят. Я спрят. Я работаю с ними. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. что все просто лисит, чем в принципе. В общем, это может ли революция, что мы думали в один или два раза, что все равно не будет, что люди ничего не не интересуют. Это просто, что-то фото. Но это правда, что я занимаюсь, линия из книги, линия и модерна, который превращается в тренинге. Он получился много изменений. в самом деле, в данномном случае, в таком случае, в том числе, в том числе, в том числе, многие говорят, но они еще говорят, Да, они еще говорят, и на то, что они жили, но... Как сказать, вот, там, они действительно знают одну вовлечную вовлечную, я думаю, уже в жизни, потому что это вещество, Это жилье, который не может быть виноват в его практике, потому что... Как можно сказать, у нас есть... Испание, это было очень много, очень много. И иногда мне кажется, что я думаю, что я думаю, что люди, и видят коллективные, из них, из них, из них, из них, из них, из них, из них. И я много публикаю, для тех людей, которые я не знаю, как я очень радуюсь, как я очень радуюсь, для тех, кто мы видим, мы говорим, что у нас есть дочь, вы хотите увидеть, мы смотрим, мы смотрим, мы учим, мы учим, мы учим, а через их уважение. Я думаю, что если люди узнали, что мы можем знать, просто в их смотре, они не могли видеть их книжечки. обмена. Это еще раз. Наш бизнес был в другую сторону, в нем или нет, это зависит от проблем. Как все это изменит, то есть, это идет. То есть, мы модели наши жертвы, лаком и интернет mестный период в статусе, статусный творчество, но в même temps, он раночит, либо немного ратинга был автор. Он может быть, может быть, из-за многих книг, которые были трудно купить и трудно купить, потому что их ценах были excessивны. Но, в результате, это интересный вопрос, чтобы выйти в бизнес, который эволюет и который требует адаптировать. Но, в то время, это степень, где мы не послуждаем не только коллекционеры. Мы послуждаем много людей, людей, которые торгуются на нас, которые мы послуждаем, которые мы послуждаем, и которые мы тоже, по своим интересам. Я очень люблю, это правда. Я думаю, что я больше говорю с человеком, с неофитами, чем с коллекционными коллекционными коллекциями. В целом, в целом, они говорят. И мы учим много, и с ними мы учим больше. Это очевидно. И, в таком случае, люди, которые они неофитами, это очень приятно, потому что мы можем говорить о том, что мы не думали, что мы думаем, что мы так думаем, что это очевидно. И, в самом деле, это не совсем не очевидно. И, в принципе, это не очевидно. И, в принципе, это не очевидно. И, в общем-тое, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем. Давайте, в принципе, что мы думаем, что мы думаемvous, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем во всеми... ... У нас не было идеи, в любом случае. Вот. Это круто. В общем, мы будем в начале. Это не очень круто. Сейчас мы сделаем небольшую позицию, потому что я не волнуйся, но... У меня есть библиотеки медицины. Это не совсем мой дом, мой дом, в основном. Но, конечно, это очень интересно, потому что это тогда мы будем учить много, я буду учить много, в том, что я учусь, в том, что я учусь, в том, что все это. Вот мы делаем все религиозные и книги престижные. Например, это замечательно, я вам покажу. Это не так, что я знаю. В общем, здесь мы имеем три птичных книг, которые в религиозных религиозных. достаточно экземпионных. Здесь у нас парсифаль от Вагнер с мотивом который напоминал ласпетт шевалереск. Здесь у нас дом орнен. И у нас у нас у нас религиоз от отеля Меррио с которым я retrouvé несколько деталей. И очень richе религиоз с Здесь есть « Гарды тисцов», для нескольких публиканий, но нескольких публиканий, но в этом экране, особенно интересный. И вот, в том числе, что нужно знать для этого, здесь, мы видим, что они работают, « Дорой», « Дорой», вот, « Дорой», вот, « Дорой», в том числе, в том числе, что нужно знать, что « Релюр» это как « Релюр» и как « Мариин», которые очень подчеркнуты, с очень подчеркнутыми, но « Релюр», это же самое. Есть протоколы, с декором, с декором, с декором, очень подчеркнуты, и это же самое. Есть много поэзии, в том, в том, на самом деле, что это является капельным и все, в общем-то, в том, что это ему хотелось, и, в том числе, Я вам показал « Мартир» de Saint-Сébastien. Я тоже очень успею. И в принципе, очень интересно, что у нас есть партия с темиемплярами из лизустрали театраль, где мы видим, в общем-то, в качестве, в качестве. Это очень красивое, что я был очень рад, Я нашел этот коллега брокантер, который манил это с ним, и он мне очень понравился. Это человек с которым я очень люблю работать, Charles, если ты знаешь. Он очень хороший человек. У нас есть аннуарь из Клуб Альпин. Ох, это красиво! Ох! Эти аннуарь из Клуб Альпин. Это аннуарь из Клуб Альпин. Здесь, мы видим, что это как-то экземпляр из базы. Это очень обнимая. И ваше релуре позволяет дать мне юность, а это очень обнимая и очень обнимая. Я очень люблю «Аннуарь из Каф». Это делает мечтать. Вместе с этим. Я, я не могу вам много путешествия, я работаю с книгами. Это не очень простой, я думаю, что это. Я думаю, что это очень большой поэт. Но, ваше, это было бы так. Это не баналит, но вот. Мы путешествуем с этим вещами. У нас есть немного математики. Олала! Я не буду говорить олала. Но когда я вижу что-либо, что-либо... Олала! Это очень интересное. Это очень успешно. Это очень успешно. Возвращение в тюрьме. Это немного дожит. Возвращение в тюрьме. Это была публикация в Аполлине. В débutе 50. «Тентр как улдовнир». Это рецепт. И в этом году, это был пример. Это был пример. Возвращение в тюрьме. Возвращение в тюрьме. Возвращение в тюрьме. Ти-О2, это было на формуле. Возвращение в тюрьме. В mia ударе, это было очень хочется. Я voltаю эти тюрьмы. Я захот wasn't много времени. И это pareil, я не думаю. В regarding Tousэ membria я 엄청 не ridiculed оптоваяremo weeks ago. а ман-сепаре. Я люблю их иметь, я люблю их смотреть, я люблю их manipular. В киеве, это очень смешно. В общем, есть что-то в киеве, конечно, это, извиняя для тех, но релуре в киеве, это супер. Как, наконец, релуре в киеве, тоже. Но не пиеве, эти овраги, они не путешествуют потому что они были с кожей, с кожей. Они еще есть. И вот, я думаю, это есть антиканико-мак, хуманист, так и антиканико-мак. Это очень красиво. У нас есть маленькие риски, иногда в маржах. Но это же самое, что я вижу очень много, и я не могу продавать. Я смотрю иногда, и я мечтаю. У меня есть маленький риск, маленький риск. И да, в общем, в общем, это напоминает мою формировку. Я учитель, археолог. И, в общем, мне кажется, всегда учить археологию. В общем, археологии, я больше, сильнее я, и еще я, он, мне кажется, это занимает археологию, В общем, мы не мажем. И, мы можем не любить. Это тоже очень common, это не очень редко, это не очень редко. Это те, что Палеттистрати, что я очень люблю, и в принципе, что я люблю, но я держу, но я знаю, что я продюсер. Я знаю, что кто-то другу льет в своей книге, благодаря мне. И я люблю эту идею, в принципе. У меня есть очень многое, с историей, с поля, с дроем, с дроем. У нас есть немного, с астрологией, не надо. Это, в принципе, это за мете, который вы спрошет, а вы интересы на что-то, что не вы интересны не в первых, как и есть уроки в математике, Я не не читал. Не интересно, как так, но история из книги м интересует. На самом деле, мы в порядке, в себе постоянно. Мы искали интересы на которые мы не имеем в origin. И это за это, в принципе, потому что мы постоянно революция, постоянно революция. Мы постоянно революция, революция, и на самом деле, и на самом деле, Субтитры создавал DimaTorzok 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 или не может быть. Это не может быть. В смысле, в том числе, что они будут видеть, что они могут предложить. Потом, есть ли вы или нет. Мы смотрим, мы смотрим, мы видим, что они могут быть интересными. У нас древнение, и когда мы находимся, мы принимаем время, и мы будем смотреть, и мы можем видеть. А у нас проблемы, мы тоже идем, и после того, мы тоже не можем впечатляться, мы находимся интересными. У нас нет, мы можем думать, но это же, А вот, я вам показываю, это было очень много для того, которые разные азиаты, в различных церквях, и каскаде. И потом, мы также разные разные таблики, 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 таблики. Да. Вот. Вы понимаете, почему я говорю, что это круто? Я думаю. Но, на самом деле, в герах, это место. И тогда, это действительно, что-то мне помните, почему они почитали мои, потому что на самом деле, это невозможно для того, когда они живут их. На самом деле, на самом деле, в тампе, один маленький ротик, но не смогли от воздушенных семейных детей. 大概, если, на самом деле, В общем, я думаю, что вы делаете свой тур. Это мой универ, где в общем, я не встречу не много. Потому что, как я говорила в начале, я не делаю людей сюда. Здесь, все эти вещи, книги, все это, это для меня, в принципе. Я не знаю, если я сделаю клиенту или что-то, может быть, это может быть, но это все остальное, но это все остальное. И в таком случае, это что-то, что я делаю. Это не так, это не так. Это тоже не так, это не так. И вот, вы видите, что в этом у нас есть. Я тоже есть, в основном, в районе, у меня есть магазин, с м3-литровыми, и у меня есть магазин. В общем, это третий, когда я говорила, что нужно гереть volume, это очень важный. Это очень тяжелый. Потому что нужно не сказать « нет» когда мы предложим высказывания. И в общем, это всегда в большинстве очень важных количеств. И это правда, чтобы не было выбора, чтобы не было выбора, потому что, на самом деле, мы не более свободны, даже если я не говорю, что у нас не свободны, но мы обеспечены различные свободы по отношению к нам. И... Кто ты, мои мои мои? Маши мои? Ахахахаха! Ну а в существенном личности, на самом деле. В общем, я тоже очень рад. В этом начале, для меня, я была очень противная, когда я начальник, за то, что я стою, как я считаю, это как правые профессиональные. То есть, за то, что были для многих, и для многих, и для многих. Но когда я начальник, я была слишком уверена. Потому что, что у нас в коммерции, это очень очень, 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 как и сам, что-то, чем-то, в том, что у нас очень, Потому что это другое отзывание, как броккантер или подобное, потому что мы, естественно, в частности, в частности, и, по-другому, в частности... Он делает сердце, в частности. Он делает сердце, в частности. Мы в эмоции, как я говорила, иногда, иногда, когда мы планируем, и так далее. И, по-другому, мы встретимся очень интересными в этом jobе. Очень интересные. Мы встретимся... Броккантер, как и бухгинисты, это люди, которые имеют много личности. Это не фад. Это не... Это не... Как мы можем сказать... Это всегда очень интересные люди, и, по-другому, в частности, и, по-другому, я помню, но, по-другому, я считаю, что, в мире, это коллеги, с которыми мы работаем, и, по-другому, и, по-другому, и, по-другому, или, по-другому, это, по-другому, и, по-другому, это, по-другому, это, по-другому, но, по-другому, что, по-другому, рассматривая, и, по-другому, с которыми мы нам связаны. Вся мы с нами связаны. Мы, по-другому, мы, по-другому, ко мне, у меня есть, я у меня клиенты, которые мне дают которые делают карты, которые делают их, и все. Это тоже, круто. И у нас есть парни, это галактика, которые находятся в работе, которые добавят в парни, которые не имеют вреда. Я считаю, что мои парни, которые я считаю, как мои парни, они не интересуются за мою деятельность, и это не меня не отрежет. Время, на самом деле. Время, что если мы добавляем эту цепочку, это будет сложнее. Время, я не знаю. А потом, мы есть колец, как мы работаем для людей, которые находятся с нами, в отношении, в развитии. Мы также учимащим, что работают с людей, у которых мы работаем очень хорошо, у которых мы работаем не менее, а, так же, мы садим. мы садят в порядке постоянно и я очень люблю работать с брокантерами это люди которые я учусь и это же это же очень сильные и и которые очень профессиональные люди которые очень любовь и мы не можем делать и 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 On всегда встречается. Отворческих книг. Это, в принципе, что я думаю, что в том, что динамерное, это как правило, как такой формат. Не потому что мы любим теории, что мы становимся попain, но потому что мы любим, мы любим писать, мы любим книг, мы любим фильмы, мы любим фильмы, мы любим книги, мы любим送рирующиеся, Они любят книги, они любят больше, они любят их. Они любят книги, которые у них откроют. Они любят книги, которые любовь в книге, где мы находимся, что Тати имеет отношение с другим другом. Они любят книги, которые мы уже не знаем. Это вещество живой. В общем, у меня есть парень бронкантер, который мне говорит, что с métетом, мы называемые фосоярные жизни. Это люди, которые приходят, которые приходят в доме, 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 доме где-то... het и здесь из-за семьи, со всех историй, с семьей, с mortминими, с драмой, и виноватся, мы приехали на, и мы ездили это. И, в действии, это не случайно. Потому что в фосуеющем мы теряют все. Мы, в этом, мы nós раздеваемся и, в этом случае, мы донимаем один ответственно на то, я думаю. Даинственное. Я думаю, что это я с недаваемой, с��, они такие, много разных, много, 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 с whyнами, которые они привели к их вкусу, и потом, иногда, 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 из-за того, что они были влажены и, в то же время, все это, в том числе, в том числе, даже, если они будут любить их, даже, чем их родители. И так, в том числе, мы не делаем фософии, мы делаем. Мы общаемся… Indeed, паспор. И мы тоже, чего ответа, aurais их коллег – эффект, intellectuel, не без philosophов, не без питание, не безумно. В данной ситуации он способен , он способен и способен с эмывиром. Я думаю, что я могу мемовить на что-то, что не меня не касается лично, но лично, как и стихи, или коллективы, могут мемовить. И как я сказала, я историрую, археологию, это очень важно. Поэтому историю интересуют, и я думаю, что я сделал дюймя, благодаря этому стихи, в стихи, И вот. И Пиренея? Пиренея! 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 Пиренея, в основном, это был выбор. Потому что мой домене работы, это в Африке норома, в основном, в Африке норомае. И, в основном, я, вами, веку много, я повел в Африке. Я всегда хитро пиренея, но, для меня, я не был интересен, и, в основном, я надеюсь, что это было в Африке. Это было ваше время в пиренея, в этом направлении много книжек на книжек, ваше мнение, в том, что Валене Пиренеяя баниэр de bigorre, он дилон за это, за эту реческу. И в то же время, как сказать, я считаю, что я спрашиваю. И я люблю это, я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Потому что иногда я рекомендую. И когда я начинал, у меня есть библиотеки, я хочу рассказать историю, потому что она очень классная. В то же время, это Jean-Marie, который я знаю, но я не знал, я не знал, я был в этом году. Я не знал, что я был в доме. Он говорит, что мы живем дома, у меня есть библиотеки, он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит. Я говорю, что я могу вернуть, очень быстро. И он мне дает ключ. Он говорит, что я в Испании, ты живешь дома, ты библируешь. И очень вкусно. Я говорю это, как если, но это было очень вкусно. И в факт, что это может быть, что это было бы наиболее, что я не знал, что я дошел в первых. И поэтому я вижу, в то же время, там, все, в молодежи, в то же время, Элуар, Аragon, Неруда, Дэдикасе, там, глянки, и в то же время, там, есть фонд пиренеист, и это, в то же время, у нас были descendants, у меня есть полмья. Есть у него полмья, и у меня, есть statue полмья у парк Белер. потому что все у меня и помнили кто был Мьей. И Мьей, в то время, это был пастор, он был профессор в английском учебном Тарбе. И, в то время, он был интересен в педагоге. Он был интересен в сперранте, он был в сперранте, он был в педагоге на Ютубе. Он был много, который был по-настоящему на Монтан. Он był с текущим Великолем, он написал Великолем в текущих книг в педагоге в Львове. Руссель. « C'est quelqu'un qui voulait faire de Tarbes la Grenoble des Pyrénées. C'est-à-dire que son idée, c'était de faire de Tarbes le point de départ de toutes les excursions pour la connaissance des Pyrénées. » Ouais, ouais, ouais. Et c'est quelqu'un qui a connu un drame personnel horrible, c'est-à-dire qu'il a perdu son fils à la guerre de 1914, qui est mort en janvier 1915. Le pauvre, il a fait quatre mois de guerre, je crois. Paf, un obus sur la tête, disparu. Et j'ai trouvé la correspondance autour de ça, j'ai trouvé les poésies de son fils, qui s'écritent. Et vraiment, dans toutes ces archives, on sentait le déchirement autour de ça. Et en fait, moi, je suis devenu... Donc, tout ça pour dire que ça m'a mis le pied à l'étrier de la littérature pyrénéiste. Et en fait, j'y suis encore, et j'y suis encore jusque-là. Et j'y éprouve beaucoup de plaisir. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, en fait. Et ça m'a fait rencontrer des gens formidables. Et ça m'a apporté, donc, un début de connaissance. Et après, on tire le fil. Et puis après, on y va, quoi. Et donc, je suis toujours fasciné par ce type, la Paul Mieille. J'aimerais bien, un jour, je pense que je ferai un article dessus. Parce que ça en dit long, en fait, finalement, sur aussi la capacité d'oubli des sociétés contemporaines. Ce type a une rue, une statue, mais on ne sait plus qui c'est. Et il avait un projet pour Tarbes. Donc, moi-même, je collectionne les publications autour de ça, de sa part. Et je pense que ça vaudrait le coup de travailler le sujet. Et donc, c'est vrai que du coup, ça m'a mené, notamment, au salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Et la première fois que j'ai déballé là-bas, j'avais cette bibliothèque. Et c'était chouette, en fait. Parce que les gens ne me connaissaient pas. Ils me voyaient avec ça pour les collectionneurs. Du coup, ça m'a permis de faire connaissance avec eux. Et du coup, maintenant, je suis encore très, très, très... J'adore le salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Je suis toujours impliqué. Je fais partie du jury depuis cinq ou six ans. D'ailleurs, là, il y a des ouvrages que je dois lire pour le jury. Voilà, des ouvrages. Des bons ou des moins bons. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup les couvertures. Celui-là est magnifique. C'est une préface de Guy Dimeo, s'il te plaît. Et donc, je suis encore assez impliqué dans ce salon. Le salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Je trouve que l'équipe est formidable. Pourquoi on revient toujours à Bagnères de Bigorre ? Parce que Bagnères a eu longtemps, en fait, une histoire très particulière. Bagnères, c'est la croisée des chemins, un peu, dans les Pyrénées. Quand on veut faire de la montagne. C'est de là d'où on part pour faire de la belle randonnée, en fait. De la belle découverte. Et puis, Bagnères a beaucoup de cachets. C'est une ville qui a une disposition presque centrale dans les Pyrénées centrales. C'est-à-dire que, véritablement, on peut partir d'Argelès, on peut partir de Tarbes de Lourdes. Ça n'aura pas le charme de partir de Bagnères de Bigorre. Bagnères a gardé son architecture, en plus Therma, le Cé-Maison. Et encore, aujourd'hui, ça donne envie d'y aller, quoi. D'aller en montagne, de partir de Bagnères. Et moi, pour ceux qui me connaissent, pendant longtemps, j'ai fait le marché à Bagnères. J'ai arrêté, ça m'a un peu crevé le cœur, mais pour, justement, mieux travailler ici, en fait. C'était un choix. Je travaille à Argelès Gazost, le marché, j'en suis très content. Je fais les salons du livre ancien, en gros, de Kaor à Bayonne. C'est très plaisant. Les grandes brocantes, les petites brocantes. Mais je regrette, évidemment, de ne plus être au marché de Bagnères. Mais à un moment, il fallait travailler. On choisit ces manières de travailler. Et je sais que j'ai fait des rencontres que je n'aurais pas pu faire ailleurs. Oh là là, des noms ! Évidemment, toute l'équipe autour du Salon du Livre Pyrénéen, et notamment Renaud, Renaud de Belfond, qui était longtemps le président et maintenant qui est le salarié de l'association Binaros. Josette, qui nous passe les bouquins, qui est d'une efficacité redoutable. J'adore. Et il y a Eric, Eric Schaeffer, un musicien bibliophile. En fait, il cache bien son jeu, Eric. Méfiez-vous, parce que quand il parle de livres, il ne fait pas semblant. Et c'est un mec conséquent. En plus d'être un musicien qui est dans le très, très haut du panier. Et puis aussi, il y a un type qui fait des photos sur Bagnères, Cédric Nott. Et c'est un drôle de gars. D'ailleurs, je... Enfin bref, j'ai des dossiers. Non, je déconne, je n'ai pas de dossier, mais j'adore dire ça. Et voilà, toute cette galaxie de personnes, en fait, et je pourrais en citer d'autres, mais ils sont très nombreux, en fait. Ils sont hyper nombreux. Je ne peux pas citer de tout le monde. Du name dropping, tu vois. Pourquoi sont-ils là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, je me suis tout le temps posé la question, si tu veux savoir. C'est-à-dire qu'à Argelès, je ne retrouve pas un milieu pareil. À Tarbes, je n'en trouve pas. Même à Pau, etc. À Bagnères, il y a une sorte d'alchimie, en fait, entre deux... En fait, c'est très intéressant comme question, parce que le métier de bouquiniste, en fait, on a un pied ancré dans l'ancien et dans le moderne. Et Bagnères est une ville qui a vraiment, à mon avis, ce profil-là. Un pied dans l'ancien, dans le moderne. Des fois, dans la souffrance, même, d'ailleurs. Parce que je pense qu'avec les équipes municipales, les différentes associations, tout ça, c'est un peu difficile, des fois, parce qu'il y a des malentendus, des incompréhensions. Bon, c'est des choses qui arrivent avec tout le monde. Mais parce que, justement, il y a cette bannière à une histoire, une tradition pyrénéenne, une place particulière, en fait, dans toutes ces villes des Pyrénées, en fait, qui sont dans le Piedmont, ou un peu au milieu des montagnes. Mais n'empêche que Bagnères a un faciès très particulier et une histoire pyrénéenne très ancrée. Mais vraiment, c'est très curieux, en fait. Parce que c'est très fort. Et en même temps, de l'autre côté, une tendance moderne, en fait, de tous ces artistes, tous ces créateurs, toutes ces associations qui, d'ailleurs, ne voient pas de conflit avec la tradition, finalement. Finalement, ce conflit-là, il est dans l'œil, peut-être, de certaines personnes, mais il n'est pas dans la réalité. Ça, c'est une évidence. Et du coup, c'est ce qui fait que Bagnères a ce statut si particulier. Et je pense que c'est pour ça que si des choses doivent se faire dans le coin, certains types de choses, ça couche toujours à Bagnères. Ça couche toujours là-bas. Et c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui se fait, en fait. Quelque chose qui se fait là-bas, qui ne peut pas se faire ailleurs. Voilà. De manière souvent assez intelligente, de manière assez fine. Il y a... Tu vois, on devrait presque faire, je pense que vraiment, ça serait très intéressant de faire une nouvelle anthropologie des Pyrénées. Véritablement, un peu comme on faisait des fois au XIXe, des catalogues un peu de personnalités, de costumes, de postures, de coutumes. Et je pense véritablement qu'on devrait faire ça. Et à Bagnères, on aurait un sacré boulot, en fait, d'anthropologie contemporaine. Justement, avec quel est le bannirétype ? Ben, le bannirétype n'existe pas. Voilà. Ça, c'est la seule, à mon avis, certitude qu'on peut avoir. Salut à Bagnères. L'intervallé. Ah, l'intervallé. Que se passe-t-il ? Et oui, c'est vrai que tu es là aujourd'hui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Val d'Azin, là, actuellement, on n'est pas à Bagnères. On est dans cette très belle vallée du Val d'Azin, qui, elle aussi, est très préservée, mais qui a du mal, un peu, à mettre le pied dans la modernité. Ce n'est pas la faute des gens, c'est le profil de la vallée. En bref. L'intervallé, c'est hyper important. Et traditionnellement, ça ne se fait... Ça ne se fait pas trop, en fait. De manière contemporaine. Parce que, finalement, quand on regarde un peu les fêtes qu'il y avait, les gens venaient, en fait, d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y avait des tramways, quand même, entre Lourdes, Bagnères. On pouvait passer d'une vallée à une autre, finalement, pas si difficilement que ça. Et aujourd'hui, ceux qui font le plus cet intervallé, c'est les mecs en vélo, qui, sur leur vélo, passent par l'eau croupe, tout ça, etc. Et l'intervallé, pourtant, ça serait très intéressant, parce qu'il y a des dynamiques, il y a des conjonctions de dynamiques qui pourraient se faire. Et par exemple, je vois le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères et dans cette optique-là, justement, de participer à des événements qui sont intervallés. Bon, ce n'est pas les seuls, bien sûr, mais moi, je pense à eux parce que c'est avec eux que je suis en contact et que nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses, le Val d'Azin, avec le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Et donc là, c'est, à mon avis, une des réalités de ce qui peut se faire intervaller. Et ça ne se fait pas naturellement. Je pense que les communautés des communes, les municipalités ont autre chose à penser, entre guillemets. Du moins, c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses. Après, on pourra en discuter. Mais l'intervallée, de fait, il existe. Je veux dire par là que moi, ma clientèle, les gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui viennent des différentes vallées. Véritablement. Je veux dire, j'ai des gens qui viennent de Bagnères pour voir ce que j'ai. Et moi, je vais à Bagnères assez souvent. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que ça ne se fait pas naturellement. Et ça ne se fait pas naturellement parce qu'il y a une impossibilité politique. Parce qu'il faut gérer son territoire d'abord. C'est comme ça que c'est perçu. Donc, peut-être créer des structures intervallées. Créer des structures, des associations éventuellement. Je ne sais pas, moi. Bon, ce n'est pas moi qui vais le faire. Quoique. Eh ! Quoique. Quoique. Comment ? Faire des tunnels. Faire des tunnels. On n'a pas assez de tunnels dans les Pyrénées. Et c'est vrai que le problème, c'est les montées et les descentes. Ça, c'est pénible. Alors que si on faisait des tunnels, on rasait les montagnes. Eh ! On rasait certains villages aussi au passage. C'est la modernité. La modernité, la tradition, il faut arrêter la tradition. La modernité, c'est faire des tunnels. Mais pourquoi ? Ça, c'est un programme politique. Faisons des tunnels. Intervallés. Intervallés. C'est quand même pour se voir les uns les autres. Est-ce que vous êtes contre le fait de rencontrer les gens ? On va faire des tunnels. Plein de tunnels. Un dernier ouvrage ? Un dernier ouvrage. Celui que tu caches. Voilà. Celui dont tu as honte. Non. Un dernier ouvrage. Eh bien, c'est une... C'est vraiment tu veux celui dont j'ai honte ? Non. Je te laisse choisir. En fait, le problème, c'est que tu... Comment on pourrait dire ? Oh ! Euh... J'ai une idée. Attends. Oui. Attends. Euh... J'ai une idée. Alors, je vais le faire au débeauté. Parce que si je réfléchis, déjà, on n'est pas rendu. Et puis surtout... Ah, voilà. Un truc tout bête. À mon avis, qui est... Qui illustre assez peut-être ce que j'ai dit. Tous les trucs que j'ai dit. Vous avez... Ah ! Ça y est, j'ai trouvé. Non, pas ça. Alors ça, vous savez ce que c'est ? Je vous le montre quand même. C'est un album de photos cartes postales sur Tahiti. J'aimais beaucoup, en fait. Parce que moi, je ne connais pas. Et en même temps, ça me fait voyager. Bon. Mais c'est ça que je vais vous montrer. Ça, c'est... Alors, c'est quelque chose que je ne vends pas. Mais c'est quelque chose dont je suis très... Je suis particulièrement... Pas fier, hein. De l'avoir. Bon, bref. Mais je suis content de l'avoir. C'est une plaquette de poésie qui s'appelle Je ne peux rien effacer ici de 2014. Donc, qui s'ouvre comme ça. Avec du texte. Des photos. Et en fait, la particularité, c'est que c'est une plaquette de poésie de First Onmour, le guitariste de Sonic Youth. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, First Onmour, qui est un gourgandin qui a de multiples talents. Ça me dégoûte toujours, ce genre de choses. Mais... Donc, il a écrit aussi de la poésie en français, en fait. Et donc, il a fait cette petite plaquette qui est sortie pour... En 2014. Et en fait, c'est une plaquette qui est signée. Donc, il y a 26 exemplaires, chacun avec une lettre de l'alphabet. Et c'est une plaquette dédicacée par First Onmour. Sachant qu'en fait, ma culture musicale est très proche de ce que fait Sonic Youth ou ce genre de choses. C'est quelle culture musicale ? Ma culture musicale ? C'est plutôt ce qu'on appellerait le post-hardcore. Je ne fais pas cette tête. Il ne voit pas, mais tu as fait une drôle de tête. Et ce n'est pas le hardcore au sens du punk hardcore traditionnel, mais ce serait plutôt tout ce que fait le label Discord Records de Yann Mackay. Donc, Fugazi, puis tous les groupes qui ont suivi. C'est ma culture musicale, en fait. Tu ne savais pas ? C'est ma culture musicale. Et j'aime beaucoup aussi même la démarche. C'est-à-dire, c'est quand même un label qui ne met pas de copyright sur ses sorties, qui a un prix ras les pâquerettes, quel que soit le public, et qui refuse. Et c'est en fait dont les groupes, en fait, veulent jouer pour des publics. Déjà, ils refusent que les billets de concerts soient chers. Et en fait, ils veulent que les enfants aussi puissent rentrer. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Après, il y a des trucs plus... Il y a Refused, The Shape of Punk to Come, qui est l'album, comment on pourrait dire, historique, un peu dans son genre. Donc voilà, ça, c'est plutôt ma culture musicale. De base, c'est celle-là, mais après, je suis complètement fou de surf musique. Instrumental. Tu as joué, d'ailleurs. J'ai joué. Alors, vous allez voir, pour vous donner un peu le niveau, je suis complètement fou de musique instrumentale et j'étais chanteur. Voilà. Dans des formations relativement mineures. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils se débrouillent beaucoup mieux sans moi. Maintenant que je n'y suis plus, je trouve que leur qualité, elle a fait... Ah oui, de loin. Zed and the Tiki Twisters. Groupe du coin qui est de surf musique, mais qui... Waouh. Et j'aimerais juste peut-être le citer. C'est comme ça, un groupe originaire de Gironde, Arnaud de Séan, The Clockwork Wizards. Si vous avez l'occasion, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en surf française actuellement. Et en plus, c'est des gars sympas. Et ça, c'est quelque chose que j'écoute en boucle en ce moment et que je devais te faire écouter, d'ailleurs, je pense, parce que c'est des gens qui sont faciles à faire venir. Et en plus, accessoirement, c'est le spectacle assuré. N'est-ce pas ? Un peu comme toi. Si vous avez besoin pour les anniversaires, bar mitzvah, mariage... Je peux ennuyer votre tati avec des histoires de livres, mais comme jamais vous l'avez fait. Et donc, on te retrouve sur un site internet parce qu'on va faire un peu de pub quand même pour te retrouver. On fait comment ? Vous allez sur lesidéesdesautres.com. Voilà, c'est ma carte de visite en ligne et après, j'espère surtout vous voir en vrai tant qu'à y être au marché Arges Gazos le mardi et je suis au plus de table jeudi matin. Voilà. Et je mors pas. Moi, j'ai arrêté de mordre. Je me suis rendu compte que ça faisait partir les gens pour le commerce. Pas mordre. Julien Moreau, merci beaucoup pour cette visite. Nous pourrons dire un peu... Comment pourrait-on dire cette visite ? Bon, c'est bien marré. Oui ? Je sais pas. C'est dur de trouver des termes un peu... Je sais pas. C'était... Je pense qu'en fait, tu m'as laissé la parole et je sais pas si c'était une bonne idée. Je me pose la question. Enfin bon, j'espère juste que les gens qui regarderont jusqu'au bout se seront pas trop ennuyés. Au moins, se seront un peu amusés. Parce que... Écoutez, je vous dis, vous avez besoin pour mariage, tout ça. Je peux parler pendant trois heures d'affilée. Et je prends pas de cachet d'intermittent. Vous me faites manger, ça suffit. Julien Moreau, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Et nous allons finir donc sur ton décolleté qui est un hommage à Eric Schaeffer. Mais tu sais quoi ? C'est exactement ça. C'est le décolleté Eric Schaeffer. Ça a un nom. On fait un décolleté plongeant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada